Ссылка на неведение или аргумент от умолчания предлагает произвольно считать некое утверждение истинным или ложным по усмотрению приводящего этот довод ввиду отсутствия доказательств его ложности или истинности. Безусловно, отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия. Но и обоснованием их наличия оно служить тоже не может. Примером подобного подхода может быть утверждение, что раз обнаружение медного провода при рытье строительного котлована в Лондонском Сити в слоях, относящихся к середине XIX века, свидетельствует, что уже в это время деловыми кругами там использовался телеграф, то поскольку при раскопках в Одессе в слоях того же периода провода обнаружено не было, значит там деловые круги к этому времени уже пользовались мобильной связью. Как бы забавно это ни звучало, аргумент от умолчания довольно распространенная ошибка атеистов. Так, советский лидер Никита Хрущев на партийном пленуне по вопросам антирелигиозной пропаганды заявил, что наши космонавты были в космосе и Бога там не видели. Подразумевалось, что это утверждение доказывает, что Бога не существует. Уже по своей самой сути такое умозаключение является необоснованным упрощением. Непосредственно увидеть творца в творении не более вероятно, чем обнаружить Стива Джобса, разбирая айфон. Ссылка же на неведение достигает здесь наивысшей формы. Ведь для того, чтобы обоснованно сделать абсолютное отрицательное утверждение, то есть чего-то нет нигде и никогда, нужно знать все присутствие везде и всегда. То есть быть всеведущим и вездесущим и вечным. То есть, по сути дела, быть Богом. Аргументы от умолчания неизбежно присутствуют в любой конспирологической теории. О ссылке на заговор мы поговорим особо. Ведь если, скажем, инопланетяне похищают людей для своих исследований, они наверняка стирают у них память об этом событии. Потому-то нет достоверных свидетельств о близких контактах третьего рода. Никто, испереживши такое, ничего об этом не помнит. Несостоятельность аргумента от умолчания более или менее очевидна. Вряд ли кто, находясь в здравом уме, станет разваливать свой дом, исходя из предположения, кто знает, может под ним спрятан клад. Однако, нередко мы все же совершаем глупости из-за легковерия или недоверия, основанных не столько на наличии необходимой информации, сколько на отсутствии таковой. «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, всего же не знаем, откуда он», — сказали фарисеи прозревшему слепорожденному. Евангелетана, 9 глава, 29 стих. «Тот же, в жизни никогда не учившийся, парирует их выпад, прибегая к прагматическому критерию истинности и строя аргумент на том, что известно, а не на том, что неведомо. Это и удивительно, что вы не знаете, откуда он, а он отверст мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает. Но кто чтит Бога, кто творит Его волю, того слушает. От века неслыхано, чтобы кто отверст очи слепорожденному. Если бы он не был от Бога, то не мог бы творить ничего». Евангелетана, 9 глава, 30-й, 30 стих. Оговорка «пока» может добавлять к ссылкам на неведение видимость обоснованности. «Пока, мол, это неведомо, но когда-нибудь потом станет известно». Так Чарльз Дарвин писал. «Геология, конечно, не свидетельствует о такой непрерывной цепи органических переходов. И это может быть самое законное, самое полновесное возражение, которое можно противопоставить моей теории. Объяснение, как мне кажется, заключается в чрезвычайной неполноте нашей геологической летописи. То есть доказательств нет, но скоро будут. С тех пор прошли полторы сотни лет, но адепты дарвинизма продолжают жить, ожидать обещанного. Таковы же, по сути, заявления, что вскоре наука откроет причину большого взрыва, археология рано или поздно опровергнет Библию, но с точки зрения истинности суждения, между «нет еще» и «нет уже» нет разницы совсем. Ссылка на неведение – довольно слабый аргумент. Заявления типа «никто не доказал, что инопланетян не существует» сами же себя опровергают, поскольку автоматически означают, что и того, что не существует, тоже никто не доказал. Так что риторический вопрос Соломона «кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх и дух животных сходит ли вниз в землю?» Экклезиаз 3.21 не стоит использовать для обоснования каких-либо богословских концепций относительно посмертной участи людей и животных. Именно к этой категории логических ошибок относятся уже упоминавшиеся нами ранее теории разрыва между первыми двумя стихами Писания или же о путешествиях Индию или в Непал, которые Иисус предпринял Якову в подростковом возрасте. Сюда же можно причислить и рассуждения о некой параллельной реальности, о множественности вселенных и тому подобное, порождение человеческой фантазии к реальной реальности, не имеющей никакого отношения. Есть только одна реальность – та, в которой мы реально существуем. Именно в ней мы реально видим Божий промысел, как в Весотворении, так и в Воскресении Христовом, также являющимся реальным историческим фактом. На этих и на множество иных реальных свидетельств основывается реальная вера, слова истины и здравого смысла. Нига Деяния апостолов, 26 глава, 25 стих.